добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о дисциплине и о той атмосфере в которой мы осуществляем эту дисциплину сегодня я хочу поговорить об авторитарных родителях основываясь на исследовании рубена хила еще раз посмотрите пожалуйста на этот график и посмотрите в правый нижний угол авторитарные родители это те родители которые мало любят то есть их любовь она стремится к нулю в то время как их контроль то есть желание контролировать все процессы в жизни ребенка все процессы в жизни семьи и так далее и так далее стремятся к максимуму как если вы тот человек который не испытывает особо нежных чувств своим детям но в то же время у вас есть строгие правила вы перфекционист вы гордитесь этим то скорее всего вы авторитарный человек когда мы с вами говорили раньше о наказании помните я говорил о том что мы с вами не можем не имеем права наказывать если мы не любим если наказание происходит не в состоянии не в атмосфере любви когда мы с вами говорим об авторитарных людях то как правило это те люди которые невероятно стремятся к террору они стремятся к давлению и к наказанию в то же самое время они не любят я например очень хорошо сталкивался с этим но несколько на примере там воспитание детей сколько по работе у меня были начальники и один из них который сейчас живет в америке он достаточно большой big boss он любил отрезать ноги уши он мог в общем его излюбленный конек было отрубить ему хвост по самую шею то есть он был таким жестким человеком но каждый раз когда он выходил из своего кабинета люди разбегались и это происходит до сегодняшнего дня будучи пастором будучи епископом он был тем человеком которого панически боялись практически наверное все люди в его церкви он был тем человеком который наводил ужас потому что встретившись с ним вы обязательно получите по первое число а если он улыбался то это значит что он что-то хорошо вкусно покушать вот на самом деле вот он является для меня знаете таким примером авторитаризма знаете такого диктатора которому в принципе плевать на тебя ему абсолютно не важно что ты чувствуешь переживаешь главное чтобы ты был послушен чтобы ты вписывался в его модель жизни он не заинтересован в тебе вернее он заинтересован в тебе но он заинтересован в тебе только в той степени в которой ты вписываешься в его систему жизни как только ты из него выпадаешь он включает репрессивный аппарат многие отцы ведут себя подобным образом правило 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 и правило если кто-то нарушает это правило мы получаем по шее и дети у кого такие подавляющие родители они вырастают бунтарями и мятежниками они вырастают теми кто изо всех сил стремится вырваться из этой деспотии и мятежники это люди которые накосячат жизнь сто процентов совершат те поступки которых сами потом будут жалеть но подавляющие родители воспитывают мятежников потому что они показывают неправильный образ власти они показывают подавляющую деспотичную совершенно сухую власть которая не заинтересована в их жизнь если вы хотите чтобы ваши дети не были бунтарями не были мятежниками не огрызались на ваши слова попытайтесь посмотреть не стоит ли вам ослабить контроль и немножечко подкачать вашу